Всем привет, дамы и господа! И сегодняшняя небольшая запись будет посвящена разбору досрочного экзамена по физике 2023 года для 10 класса. Сейчас я обговорю некоторые отличия, что отличает, соответственно, разбор для 10 класса от полного разбора. Длительность будет 2 часа, меня зовут Никита Сахаров, и давайте как раз я расскажу, в чем принципиальная разница. В разбор досрочного экзамена для 10 класса входят только те темы, которые разбираются в 10 классе. Это значит полностью механика, полностью МКТ и термодинамика, а также большая часть электродинамики. Это электростатика, теория постоянного тока, соответственно, что туда не входит? Туда не входят такие моменты, как электромагнитные колебания. Сюда же можно отнести оптику, и также сюда не входит магнетизм. То есть мы ограничиваемся тем, что, соответственно, только входит в 10 класс. Задач в 10 класс входит достаточно много, я расскажу, которые не входят, естественно, тоже сегодня. Так, окей. Но опять же, это что не входит в программу 10 класса, но входит непосредственно в курсы, которые, соответственно, я провожу. Кто я вообще такой? Меня зовут Никита Сахаров, как я уже представлялся. Я сдавал физику два раза, ну, получается, вот сегодня буквально третий раз сдал. Результаты до этого у меня были 96 и 99 баллов. Но, к сожалению, соточки и в этот раз не будет. Я расскажу, где я ее потерял за сегодняшний вебинар. Работаю в онлайн-школе 4 года, сейчас идет пятый год. Призер вузовских олимпиад по физике, инженер электроэнергетики, выпустил тысячи плюс учеников. Помимо всего этого, я также являюсь магистрантом физико-математического образования в КФУ, а также занимаюсь еще магистратурой в ИТИС. Это университет, который занимается робототехникой. Так, ну что ж. Что у нас вообще в программе занятия? Сегодня в программу занятий у нас входит решение первой части, и после чего решение второй части. Какие задания я, соответственно, сегодня не взял? Я не взял 13 номер, потому что это электромагнитная индукция, хотя там решается все в одну, соответственно, строчку. Все задания 14 номер на зеркало, на оптику. Электромагнитные колебания в 17-м, ядерную физику в 18-м, квантовую физику в 19-м. В 20-м там теория абсолютно по всем разделам, и, соответственно, ее тоже не взял. Из С-части я не взял всего 3 задачки, и 3 задачки мы, соответственно, порешаем. Все остальное мы будем разбирать в полном объеме. Так, ну что ж. Не забывайте поставить лайк, и погнали, соответственно, на первую задачку. Небольшое тело движется по окружности радиусом r с линейной скоростью v. Скорость увеличивалась втрое, при этом радиус окружности не изменился. Каково отношение конечного центростремительного ускорения к начальному? Ну что ж, нам для начала нужно вспомнить, каким образом записывать центростремительное ускорение. АС равняется v в квадрате поделить на r. Ну и если скорость у нас здесь увеличивается втрое, это значит, после возведения в квадрат скорости увеличится в 9 раз. А значит, центростремительное ускорение увеличится в 9 раз. Это можно расписать по-другому. АС1 равняется v в квадрате поделить на r. АС2 равняется, раз скорость увеличилась в 3 раза, то стало 3v. Возводим этот квадрат, делим на r. Радиус у нас, как сказано, ни капельки не поменялся. И после чего мы ищем отношение конечного центростремительного ускорения к начальному центростремительному ускорению. Как вы видите, здесь получается 9v в квадрате поделить на r. А здесь получается v в квадрате, ну и соответственно r. Потому что здесь он находится в знаменателе, я дробь перевернул. r, r сокращается, это тоже сокращается. У нас получается вот ответ 9. И это правильный ответ в первой задачке. Мы получаем 1 балл за нее и двигаемся дальше. Брусок массой 200 грамм равномерно перемещается по горизонтальной поверхности под действием силы f равной 0,5. Определите коэффициент трения между бруском и горизонтальной поверхностью. Ну что ж, здесь нужно вспомнить, что вот у нас есть брусок, на него действует сила f. Раз он двигается равномерно по горизонтальной поверхности, то, соответственно, сюда действует у нас некоторая сила трения. И они будут равны по той причине, что брусок двигается равномерно. В таком случае мы знаем силу трения, потому что она равняется f равняется 0,5. А по закону Амантона Кулона сила трения у нас равняется коэффициент трения умножить на силу реакции опоры. Сила реакции опоры у нас, соответственно, каким образом считается? Опять же, по второму закону Ньютона. У нас сила тяжести направлена вниз, сила реакции опоры направлена вверх. Это единственные две силы, которые здесь действуют. Соответственно, одна вверх, другая вниз. И, соответственно, они должны быть равны, потому что ускорения у нас нет по вертикали. В таком случае у нас n равняется mg. Если это сюда подставить, то у нас получается ν mg. Теперь, что мы делаем? Нам нужно выразить всего лишь коэффициент трения. Коэффициент трения у нас получается равен сила трения поделить на mg. Сила трения у нас 0,5. Здесь массу нужно превратить, соответственно, из грамм в килограммы. 0,2 килограмма. Умножить на ускорение свободного падения 10. В итоге у нас получается здесь 0,25. Это, соответственно, правильный ответ. Мы двигаемся дальше. Тело массой 3 килограмма движется со скоростью 4 метра в секунду. Через какое время, находясь под действием силы 4 ньютона, тело остановится? Ответ дайте в секунду. Эту задачку можно решить очень быстро, а можно решить чуть медленнее, если вы не знаете формулу, а именно второй закон ньютона в импульсной форме. Здесь импульс силы можно записать, что сила умножить на время, да, я сейчас показываю быстрый способ, равняется, соответственно, изменению импульса. Изменение импульса мы можем записать немножко иначе, да, то есть импульс конечный минус импульс начальный, и в таком случае у нас получается 5 секунд, да, импульс конечный минус импульс начальный. Можно здесь просто написать модуль, то есть решать по модулю здесь по модулю, и, соответственно, здесь у нас тоже по модулю все будет решаться. В таком случае у нас можно записать просто M, V. Вот, и не париться со знаками. На самом деле по модулю решать тоже очень удобно. И отсюда у нас получается Δt равняется масса на скорость поделить на F, Δt у нас равняется 4 умножить, ну там получается 3 на самом деле умножить на 4, поделить на 4 равняется 3 секунды. Это быстрый способ решения, можно немножко запариться. И, смотрите, если у нас известна сила и масса, мы в таком случае можем найти по второму закону Ньютона ускорение. Да, ускорение у нас здесь получается какое? Ну, достаточно такое неинтересное, да, 3 четвертых. 3 четвертых, то есть, давайте еще раз просчитаем. Да, F поделить на M, да, 4 третьих, вот, метры на секунду в квадрате. И потом это уже можно будет подставлять непосредственно в уравнение и решать. Давайте это сделаем я с вами. Что у нас здесь получится? У нас получится, что условное расстояние, которое он прошел, S, а, стоп, изначально мы можем узнать сразу время отсюда. Вот, да, уравнение скорости здесь можно записать. Vt равняется V нулевое плюс A. Там, если мы на ось Х все это проецируем, то Axt, вот. Соответственно, у нас, если скорость начальная направлена вправо, то, соответственно, ускорение направлено влево, потому что мы тормозим. Логично? Логично. В таком случае мы знаем, что конечная скорость у нас 0, начальная скорость у нас 4, ускорение у нас 100% будет отрицательное, и время у нас, соответственно, неизвестно. Нас просят его найти. Но, что мы знаем? Мы знаем ускорение, которое мы уже имели, да, и, соответственно, здесь у нас получается T. То есть, T равняется чему? 3 четвертых умножить на 4, и опять получаем 3 секунды. Вот, через уравнение движения это тоже можно решить, но там, на самом деле, получается чуть дольше. Да, мы знаем ускорение, но там получается достаточно такое, ну, объемное уравнение, которое, соответственно, можно решать там чуть ли не дискриминантом. Зачем? Если можно вот, соответственно, вот этим способом очень быстро, и этим способом тоже очень быстро решить эту задачку, получить 1 балл и двигаться дальше. Так, четвертая задачка, это уже профильный уровень. Первые 3 это базовый, теперь это профильный, потом опять 2 базовых. В общем, такое распределение по уровням сложности. Ну, давайте прочитаем. На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел A и B, движущиеся по прямой вдоль которой направлена ось OX. Ага, выберите все верные утверждения о характере движения тел. Ускорение тела B в проекции на ось OX положительное. Ускорение тела B действительно положительное. Вспоминаем, да, то есть, если у нас ветви параболы направлены вверх, то, значит, коэффициент перед T в квадрате у нас положительный. Это у нас из математики. Коэффициент перед T в квадрате у нас ускорение делить на 2. Значит, эта величина положительная. Соответственно, первый пункт у нас выходит, что правильный. Вот, то есть, мы просто вспоминаем здесь небольшую такую теорию по математике и, соответственно, небольшую часть физики, да, то, что у нас есть такое вот уравнение движения X0 плюс V0XT плюс AXT в квадрате поделить на 2. И, соответственно, у нас ветви параболы направлены вверх, если вот эта вот часть получается положительной. Вот и все. Проекция ускорения тела А на ось ОХ равняется минус 5. Ну, здесь понятно, вот у нас число 25, вот у нас 5 секунд. Там, на самом деле, были расставлены и другие значения. Но я ключевые вынес, мы с помощью них решим задачку. 25, 5, да, то есть за 25, ой, за 5 секунд мы изменили координату на 25, причем мы ее уменьшали, значит, скорость точно у нас отрицательна со знаком минус. Ну, и здесь получается, да, минус 5 метров в секунду, потому что изменение координату у нас минус 25 метров, да, то есть мы уменьшили ее на 25 метров. А дельта Т, которая у нас была пройдена, о, которая прошла, да, 5 секунд. В итоге получается минус 25 поделить на 5, получается, сколько здесь? Минус 5 метров в секунду. Соответственно, этот пункт тоже получается верный. В момент времени 3 секунды проекция скорости на ось УХ тела Б больше нуля. В момент времени 3 секунды. 3 секунды у нас находятся вот здесь. Откуда я это вообще знаю? Давайте вот я вам расскажу, откуда я это знаю. Смотрите, у нас здесь есть число 2, а здесь есть число 5. Поскольку это условно парабола, то ровно по середочке у нас находится некоторое число, которое является средним арифметическим этих двух чисел. Да, потому что парабола у нас симметричная такая вот, относительно вот какой-то такой прямой. Здесь она пересекает, и здесь она пересекает все хорошо. Значит, здесь у нас получается 3,5. И значит, число 3 у нас находится здесь. На графике это было показано, но, а здесь я просто немножко математику подключил. Проекция скорости тела Б больше нуля. Это, к сожалению, ложь, да, потому что у нас здесь получается вот эта вот точка. Чтобы найти в точке, соответственно, скорость, нам нужно построить касательную к этой точке. И вот эта вот касательная, да, теперь по ней мы можем определить скорость, как вот определили вот для этой прямой. Но я хочу сразу сказать, если мы видим, что координата с течением времени уменьшается, как здесь, да, то есть, представьте, было минус 10, прошло время, стало там минус 15. В таком случае скорость у нас отрицательная, потому что мы с каждым последующей секундой ее уменьшаем. Вот, поэтому скорость здесь, к сожалению, не больше нуля. Первый раз тела А и Б встретились в момент времени 3 секунды. Ну, нет, тут видим мы 2 секунды, да, 2 секунды. Они раньше 2 секунд вот здесь вообще встретились. А когда тела вообще встречаются? Когда у них совпадают координата и время. Ну, или, соответственно, мы видим пересечение на графике. И здесь они в первый раз столкнулись, здесь у нас они во второй раз встретились. Так, хорошо, то есть, этот пункт там не подходит. Путь вектора В в промежутке времени от 1 секунды до 4 секунд составил 15 метров. Путь от 1 секунды, тут даже вот, не знаю, там какая-то очень далекая точка, и до 4 секунд, это где-то вот здесь, он явно не 15 метров, потому что здесь, ну, допустим, даже если 25 берем, то есть, в момент времени t равное 1 секунду мы находились на 25, то в момент времени, сколько здесь, 3,5 мы находимся в минус 10. То есть, мы уже 45 метров прошли, а нам еще секунду двигаться, поэтому этот пункт не подходит. То есть, вы понимаете, да, в момент времени 1, 1 секунда, мы были, условно, в 35, потом мы двигались, двигались, двигались до минус 10 вообще, и дальше мы тоже продолжаем двигаться. Путь это никаким образом не влияет, соответственно, на то, что мы двигаемся в обратную сторону. Он все равно будет продолжаться складываться. Вот, например, вот здесь вот путь какой? Если мы были в точке 35, а стали в минус 10, путь у нас 45 метров. Он всегда положительная величина, это скалярная величина, поэтому данный пункт нам тоже не подходит. Вот, потому что путь. Если перемещение, то мы бы там учитывали, соответственно, в какой точке мы находились, в какой точке мы стали бы находиться. А если мы говорим о пути, то нужно, соответственно, просто именно суммировать все расстояния, которые прошли. В том и в обратном направлении потом. Пятая задачка, опять же, мы за четвертую получили 2 балла, сейчас идем на пятую. Пятая задачка достаточно интересная. Сейчас давайте я ее прочитаю. Камень бросают с горизонтальной площадки под углом горизонта. И он набирает высоту h и пролетает длину l. Камень бросает второй раз с меньшей скоростью, но с таким же углом. Как изменится высота подъема камня и ускорение камня? Для каждой величины выберите соответствующий характер изменения. То есть, вот у нас есть мячик, ну, камень, который мы бросаем под углом горизонта. Соответственно, с какой-то v нулевое. И он, достигая верхней точки, соответственно, потом начинает двигаться вниз. Двигается он всегда по параболе. Единственное ускорение, которое действует на этот шарик в любой момент его полета, это ускорение свободного падения g. Других здесь, в принципе, ускорений нет. Поэтому мы ускорение камня можем сразу сказать, что оно не изменяется. Высота подъема у нас здесь, соответственно, каким образом вообще ищется? Ну, давайте выведем, почему нет. Для высоты подъема нам нужно знать следующую штучку. Что в верхней точке у нас на ось y скорость будет равняться нулю. При этом начальная скорость на ось y это v нулевое синус альфа. Почему это так? Потому что у нас вот он, угол альфа, и нам нужна вот эта вот составляющая. Составляющая, условно, этой скорости, которая, соответственно, проецируется со знаком плюс. И это получается v нулевое, именно синус альфа, потому что угол лежит напротив этой стороны. Да, если вспомнить уж школьную геометрию, вот у нас есть здесь треугольник ABC. И, соответственно, CBAC это у нас синус альфа. Например, давайте я вот здесь напишу v, y, чтобы было понятно, что CB я обозначил v, y, да. CB это v, y. А AC я обозначил как v нулевое. Вот этот вектор, вот этот вектор, это v нулевое. Ну и, соответственно, вы понимаете, что v, y, значит, чтобы выразить, это значит синус альфа, нужно умножить просто на v нулевое. Вот как раз то, что я здесь и написал. И, соответственно, вычесть gt. Почему вычитаю gt? Потому что у нас g направлено вниз, а ось у нас направлена вверх. Почему умножаю на t? Потому что у нас с течением времени ускорение изменяет величину скорости. Само уравнение скорости выглядит вот таким вот образом. vt равняется v нулевое, там если мы проецируем все на ось x, ну и плюс A, x, t. То есть нужно все в проекции здесь искать. Вот это уравнение скорости для равноускоренного движения. Так, отсюда мы хотим найти t. Что это вообще за t будет? Вот я нашел здесь t. У нас получилось v нулевое синус альфа поделить на g. Это непосредственно время подъема. Время подъема. Теперь, исходя из того, что у нас известно время подъема, то мы теперь можем, соответственно, подставить уравнение скорости. Я сейчас его напишу. Ой, уравнение движения. И найти величину h. Ну, то есть мы взлетели до высоты h. Давайте сразу напишу здесь h. Соответственно, мы начальную скорость по оси y будем умножать, соответственно, на время. И здесь минус gt в квадрате поделить на 2. Сейчас я расскажу, откуда это вообще взялось. Это есть у нас такое уравнение. Единственное, что я здесь все записываю на ось x. Но на ось y будет то же самое. x от t равняется x нулевое плюс v нулевое x плюс axt в квадрате поделить на 2. Ну, отсюда мы как раз все его совы. xt минус x нулевое, условно, я обозначил, что это наша высота h. Ну, или сразу можно сказать, что h у нас равняется... Ой, x нулевое равняется нулю. А на высоту, к которой мы поднялись, она будет, соответственно, являться h на оси y. И, соответственно, просто поставить туда h. Вот здесь я забыл t, время. Приношу извинения, соответственно. Все, исправлено. И мы умножаем ее на v нулевой y. Ну, соответственно, если на оси x, то на v нулевой x. И здесь у нас axt в квадрате поделить на 2. Ну, здесь ay у нас это минус g. Соответственно, вот подставили. Теперь подставляем наше значение. Единственное, что я v нулевое синус альфа, v нулевое синус альфа для упрощения, напишу, что это просто v нулевое y. Договорились? Договорились. Соответственно, здесь я также оставлю v нулевой y. А t я раскрою, как вот это v нулевое y я оставляю. Здесь я напишу v нулевое y, да. Вот это вот я заменил. Делю на g. А здесь у нас получается что? Здесь у нас получается чуть сложнее. Здесь получается v нулевое y в квадрате поделить на 2g в квадрате. Вот так у нас получилось. g сокращается. И в итоге у нас здесь выходит. v нулевое y в квадрате поделить на g минус v нулевое y в квадрате поделить на 2g. Как вы видите, здесь у нас получается v нулевое y в квадрате поделить на 2g. Ну и, соответственно, если мы скорость будем уменьшать, то мы его нулевое y тоже будем уменьшать. Следовательно, у нас высота подъема будет уменьшаться. Но это изначально можно было логически понять. То есть, если мы будем слабее кидать, он будет набирать меньшую высоту. Ну и дальность он тоже будет набирать меньшую. Соответственно, хоть об этом не спрашивали, можно это уточнить было. Окей. Да, кстати, ребят, хочу вам сказать, что в ТГ-канале у меня собраны вообще все формулы. Даже ту, которую я сейчас выводил. Вы можете перейти по этому QR-коду или в ссылке в описании и скачать все, что, соответственно, нужно для десятиклассника в одном месте. Кстати, очень классный файл. Там есть также и математика, чтобы вам она... Она в любом случае вам пригодится для физики и там она собрана именно для физики. Окей. Погнали дальше. Это уже, кстати, тоже не профильный уровень. Как и прошлая задачка, это базовый уровень. Четвертый номер был профильного уровня, все остальное сейчас база пока что. Груз массой M. Давайте исправлю. На пружине с жесткостью K совершает колебания в горизонтальной плоскости с амплитудой A. Установите соответственные между физическими величинами формулы, по которым их можно определить. Каждой позиции первого столца подберите соответствующую позицию из второго и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. Ну, смотрите. Здесь максимальная энергия, спрашиваю. Максимальная энергия у нас вычисляется как Kx в квадрате поделить на 2. И только так. Соответственно, максимальная энергия пружины тут только одна. Где вместо, соответственно, величины x у нас, соответственно, амплитуда A. Циклическая частота колебаний. Циклическая частота колебаний это 2π поделить на t, на период. А период у нас будет раскрываться здесь как 2 пирожка Макс Корж. 2 пирожка. И, соответственно, здесь у нас получается Макс Корж. Соответственно, выходит у нас просто Km. Ну, и мы понимаем, что здесь это третий вариант ответа. Все, задачка решена. Просто на знание формул. Здесь небольшие преобразования. Да, знаешь формулу и, соответственно, решаешь такую задачу. Даже ничего практически подставлять не нужно, ничего считать здесь не надо. Седьмая задачка. Все, здесь уже начинается МКТ и термодинамика. Новый раздел в сегодняшнем, соответственно, топе разбора задач. В сосуде находится идеальный газ. Во сколько раз увеличивается концентрация газа при увеличении его давления? В 4 раза. Давайте запишем. И, соответственно, уменьшение средней кинетической энергии в 2 раза. Ну, сразу смотрите. Нужно понимать, где эти две величины встречаются в одном уравнении. На самом деле, если вы не знаете, это фатальная ошибка. Небольшая, но давайте я ее исправлю. На самом деле, вам нужно всего лишь запомнить, что давление, которое я оказываю на вас, оно вам пригодится на физике. И мое имя Никита. И 2 третих моего имени, некоторые любят очень сильно сокращать мое имя до слова НЕК. Вот, то есть 2 третих моего имени, это примерно НЕК. И что здесь, соответственно, примечательно? ЕК, это наша средняя кинетическая энергия теплового движения молекул, она уменьшается в 2 раза. При этом П у нас увеличивается в 4 раза. Как должна измениться Н, чтобы вот эта вот часть все-таки увеличилась в 4 раза, как и левая часть? Она должна увеличиться в 8 раз. Она должна увеличиться в 8 раз. В таком случае, здесь при увеличении в 8 раз, а потом уменьшение в 2 раза, у нас все равно произойдет увеличение в 4 раза, как и здесь. Да, ребята, это, кстати, не единственная формула, связанная с моим именем. Есть еще П равняется НКТ, Никита без гласных, да, и, соответственно, очень просто запоминается молекулярная физика вместе со мной. Кстати, мы ее очень плотно проходили на курсе подготовка в флэш. Кстати, запись туда сейчас еще идет. Подготовка в флэш у нас в апреле и в мае, и если вы смотрите в этих месяцах, то, соответственно, вы можете туда залететь и начать готовиться вместе с нами ко всему, что проходится в 10 классе. И даже больше. Мы в 10 классе будем разбирать еще электромагнитные колебания, магнетизм, и, соответственно, это позволит уже писать на 80 баллов к концу 10 класса. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде составляет 30%. Какой станет относительная влажность, если объем сосуда при неизменной температуре уменьшится в 2 раза? Во-первых, здесь нужно сразу вспомнить формулу относительной влажности. То, что парциальное давление делит на давление насыщенных паров, умноженное на 100%, да, дает нам вот такую величину φ, которая показывает, соответственно, как много влаги у нас сейчас в воздухе. В границах от нуля до 100%. Так, окей. Если мы будем уменьшать объем в 2 раза, что у нас будет происходить по уравнению Менделеева и Клаперона? ПВ равняется ню РТ. То есть мы берем и уменьшаем объем в 2 раза. При этом температура у нас газа не меняется. Р у нас никогда не меняется. Количество вещества, ну, у нас тоже старается как бы сохраниться, пока у нас не происходит такого, что нужно производить процесс конденсации. Но пока давление может расти, процесс конденсации происходить не будет. То есть здесь именно происходит увеличение давления парциальное. То есть давление паров здесь увеличивается, и оно может увеличиться здесь в то количество раз, в которое уменьшается объем. Объем уменьшается в 2 раза, давление у нас увеличивается в 2 раза. Значит, вот здесь вот это вот как раз парциальное давление, мы для него записывали, оно увеличивается в 2 раза. Соответственно, φ у нас тоже будет увеличиваться в 2 раза. Давление насыщенных паров не меняется при постоянной температуре. Запомните, она неизменна при постоянной температуре, она уже известна для каждой отдельно взятой температуре, но если температура не меняется, P насыщенных паров это величина константа для нее. Соответственно, здесь будет ответ просто 30 умножить на 2 равняется 60%. Вот и все. Достаточно простенькие задачки, но здесь есть нюансы, которые нужно знать. Девятая задачка. Можно сказать халява, если вы знаете небольшой лайфхак, который я сейчас вам расскажу. На ПВ-диаграмме изображен процесс 1-2-3, совершаемый идеальным газом. Определите отношение работы газа в процессе 1-2 к работе газа в процессе 2-3. Нужно знать, что работа газа равняется площади под графиком. Соответственно, здесь просто нужно понять, что здесь можно посчитать все по клеточкам. Смотрите, 1-2-3-4-5. И, соответственно, смотрите, здесь пополам они разбиты. Это условно нам дает, вот эти вот 2, дают нам 6 клеточек в итоге. А здесь у нас всего 1-2-3-4. Это условно и есть наша площадь. Какая разница измерять в джоулях эту работу, если мы все равно будем сравнивать площади. Соответственно, здесь получается 6, поскольку отношение А1-2 нужно к А2-3. Здесь у нас клеточек 6. Здесь у нас клеточек сколько? 4. Получается ответ 1,5. Вот такой вот ответ у нас в этой задачке получился. Достаточно простенький, но, опять же, нужно знать вот этот лайфхак и достаточно хорошо, соответственно, определять площадь. Следующая задачка уже поприкольнее. Эта задачка, опять же, носит профильный уровень. Название профильный уровень. За нее тоже можно получить 2 балла. На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с атомным медиальным газом. В координатах V, O, T. Нестандартный координат, сразу скажу. Где V это объем, T это абсолютная температура, количество вещества, газа у нас постоянное. Из приведенной ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие процессы на графике. И укажите их номера, соответственно. Смотрите, давайте сразу расставим сначала изопроцессы, которые у нас здесь происходят. DC. Это какой изопроцесс? Это изобарный. Изобарный. Здесь не меняется давление. Почему это так? PV равняется ни у РТ. Всегда записывайте уравнение Менделеева-Куперона, чтобы ответить на любой интересующий вас вопрос. Поскольку здесь есть прямая пропорциональность, а прямая пропорциональность у нас показывает то, что все исходит из начала координат. То DC, то есть на графике DC объем увеличивается во столько же раз, во сколько температура. То есть здесь произошло увеличение условно в два раза, здесь тоже произошло увеличение условно в два раза. Соответственно, остальные величины в этом уравнении, они остаются неизменными. Ну, почему? Потому что Нью-Р нам сказали, что неизменный изначально, значит P тоже не должна меняться, чтобы уравнять левую и правую часть. То есть у нас не должно происходить изменение в три раза в левой части, при этом увеличение только в два раза в правой. Такое невозможно. У нас уравнение медилевого Куперона говорит, что P, V, R меняется Нью-Р, T. Если у нас температура увеличивается в два раза, то что-то и в этой части должно тоже увеличиваться в два раза, если Нью-Р у нас, соответственно, величина постоянная. Вот, я к этому. Казательность P здесь тоже не меняется. А, B такая же ситуация. Да, здесь вот таким вот образом идет этот процесс. А, B, C, D. И, соответственно, вот все, что мы должны здесь знать. В состоянии B концентрация газа максимальна. Давайте вспомним, что такое концентрация. Концентрация – это количество частичек делить на объем. Поскольку количество частичек в любой из этих точек одинаково, потому что у нас количество вещества газа постоянно, то есть как много там молекул находится, у нас не изменяется это количество, то, соответственно, вот, у нас здесь получается Н неизменно. Все, она зафиксирована. При этом в точке B у нас самый большой объем, который вообще может быть. Но если он самый большой среди всех остальных точек, то здесь самая маленькая концентрация, и этот пункт нам не подходит автоматически. В процессе А, B газ получает некоторое количество теплоты. Интересно. Смотрите, у нас у газа, вот в процессе А, B, увеличивается что? Объем. Объем увеличивается. Если у нас увеличивается объем в каком-либо процессе, это значит, что работа газа у нас положительная величина. Хорошо. Также в процессе А, B у нас увеличивается и температура. Если увеличивается температура, значит, изменение внутренней энергии газа у нас тоже больше нуля. А куда у нас идет вообще все количество теплоты? Вспомним первый начало термодинамики. Это, соответственно, работа газа плюс изменение внутренней энергии. Если эта величина и эта величина положительная, то Q, естественно, здесь тоже положительный. Значит, газ у нас получает некоторое количество теплоты. То есть, ему дают это количество теплоты, и он ее, соответственно, расходует на работу газа и на изменение внутренней энергии. В процессе B, C внутренняя энергия газа остается величиной постоянной. Да, да. Почему? Потому что вот в процессе B, C, посмотрите, у нас одна и та же температура, T, B, C, да, условно назову, у нас одна и та же температура, она неизменна. Она неизменна. А если она не меняется, то по равнению, соответственно, внутренней энергии, по изменению внутренней энергии, ну, точнее, просто напишу, вот, U равняется 3 вторых ню РТ. Это для одноатомного газа, если T у нас здесь не меняется вместе с ню, то количество, то внутренняя энергия газа у нас тоже остается величиной постоянной. Окей. Подчеркнем. Давление газа в процессе СД постоянно, при этом газ совершает положительную работу. Опа. Смотрите, вас пытались здесь запутать. Мы сказали, да, здесь процесс изобарный. Да, здесь у нас постоянное давление. И вы такие, да, значит, все верно, но не спешите, никогда не спешите здесь. При этом газ совершает положительную работу. Здесь, в этом процессе, у нас объем уменьшается. А если объем уменьшается, работа газа здесь отрицательная. То есть, да, они сказали, что а-ля, вот это вот правда, нам это подходит как будто бы, да, но при этом не прокатит. Не прокатит это, да, потому что здесь отрицательная работа. В процессе ДА давление газа изохорно увеличивается. Так, ДА изохорно увеличивается давление. Ага. Смотрите, ДА. У нас здесь что происходит с температурой? Давайте сначала разберемся. А потом уже скажем, что с давлением. Вот у нас ДА. Температура здесь у нас в этом процессе уменьшается. От точки Д мы двигаемся к А. Температура уменьшается. Двигается к нулю, да, из положительного значения. Теперь, смотрите, записываем уравнение Менделеева Куперона. Оно всегда нам вырубнет. Оно всегда нам помогает. Вот в МКТ и термодинамике без него прям, ну, практически никуда. Ню и Р у нас величины постоянные. В этом процессе ДА, как вы видите, объем тоже не меняется. Он вот в этой точке, да. Соответственно, если температура у нас уменьшается, давление у нас автоматически тоже уменьшается. И всего одно уравнение нам практически всю задачку эту решило. Ну ладно, здесь еще также нужно знать, соответственно, первое уравнение, первое начало термодинамики. И, в принципе, от чего зависит внутренняя энергия газа. А также немножко нужно, соответственно, разбираться в работе газа. Ну, тут достаточно все просто. Опять же, если вы хотите узнать, какой будет знак, то достаточно смотреть, как изменяется объем. Если объем растет, то работа газа положительная. Если объем уменьшается, то работа газа отрицательная. Все. Так, окей. Погнали дальше. Одиннадцатая задачка. На рисунке ниже представлен график зависимости подведенного к телу массой M. Да, давайте массой M все-таки поставим. Пам-пам-пам-пам-пам. Тепла массы M от его температуры. Установить соответственно между физическими величинами формулы, по которым их можно определить. Каждая позиция первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. И запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Так, хорошо. Давайте разберемся вообще, что здесь происходит. Установить соответственно между физическими величинами. Изначально мы находились в твердом состоянии. То есть, вот здесь у нас твердое состояние. Давайте вот здесь напишем, что здесь мы в твердом состоянии. Потом у нас здесь происходил процесс плавления. Да, то есть, когда у нас твердое тело плавится, да, то есть, представьте себе лед, который превращается потихонечку в жидкость. То есть, в этом состоянии у нас жидкость плюс твердое тело. После чего у нас все, лед растаял и он начинает нагреваться. То есть, вода начинает нагреваться. Кстати, лед тает, да, при постоянной температуре. Кто не знал, постоянной температуре, при которой он тает, да, это 0 по Цельсию или 273 по Кельвину. После чего у нас, соответственно, все, жидкость и жидкость мы можем нагревать. Но в какой-то момент у нас достигается температура кипения и жидкость потихонечку начинает скипать. И, соответственно, мы на это тоже отдаем некоторое количество теплоты, чтобы полностью вскипятить всю жидкость, чтобы ее испарить. И потом у нас есть уже только пары, которые мы способны продолжать дальше нагревать. Удельная теплота плавления. Давайте, значит, разберемся, что вот здесь у нас плавление, да, удельная теплоемкость газа. Теплоемкость газа – это когда мы пытаемся нагреть или охладить газ. Нагревание и охлаждение газа у нас происходит вот здесь, когда у нас только есть газ, да, то есть только есть водяной этот пар. Это, если что, П, да, пар. И, соответственно, вот здесь у нас именно удельная теплоемкость. Ну, смотрите, здесь достаточно все просто. Удельная теплота плавления, значит, у нас получается вот это вот, а удельная теплоемкость газа получается Дельта Ку-5. Ну, потому что у нас здесь только Дельта Ку-5, а здесь у нас только Дельта Т2. Вот и все. Вот и все. Что нужно знать об этом номере? Достаточно простенько работая с графиками, если вы одно занятие им посвятили. Кстати, на курсе Flash работа с графиками, естественно, будет присутствовать. Так, ну что ж, все. Закончился этот замечательный раздел в первой части. Он назывался МКТ и термодинамика. Сейчас мы переходим к электродинамике. Электродинамики. И смотрите, здесь каждый резистор, соответственно, имеет сопротивление 2. Здесь 2 резистора соединены параллельно, эти 2 соединены последовательно. Давайте разбираться по одиночке. Вот эти вот мы, соответственно, знаем, что соединены последовательно. Соответственно, общее их сопротивление будет искаться по формуле. R общее равняется 1 поделить на R плюс 1 поделить на R. Соответственно, здесь получается 2 поделить на R. Переворачиваем вот эту вот дробь и вот эту вот дробь. Равенство сохраняется. У нас получается R общее равняется R поделить на 2. Значит, у нас здесь получается 1 Ом. То есть вот этот вот участок, который я обвел, я могу в принципе заменить резистором, сопротивление которого 1. А здесь теперь сопротивление 2 и дальше у нас идет тоже сопротивление 2. Вот и все. В итоге здесь у нас выходит последовательное соединение трех резисторов. Значит R я напишу общее. Да, здесь R O было, сейчас R общее. Получается 1 плюс 2 плюс 2 равняется 5 Ом. Все, мы решили эту задачку. Здесь смешанное соединение, мы его разбили на составляющие, отдельно рассмотрели параллельное, потом отдельно рассмотрели последовательное. И в итоге мы решили эту задачку. Окей, погнали дальше. Две маленькие закрепленные бусинки расположены в точках А и Б. Несут на себе заряды плюс Q больше нуля и минус 3Q. Соответственно, смотрим вот наш рисунок. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения относительно этой ситуации. Если бусинки соединить с стеклянной палочкой, они будут отталкиваться друг от друга. Смотрите, стеклянная палочка это не проводник. Да, то есть нужно понимать, что стеклянная палочка не способна просто взять и передать заряд отсюда сюда. Поэтому они не будут меняться между собой зарядами. И поскольку они не будут меняться между собой зарядами, они продолжат притягиваться друг к другу. Почему они вообще должны притягиваться? Я напомню, что разноименные заряды, они притягиваются. А одноименные, они будут отталкиваться друг от друга. Поскольку они здесь все-таки являются разноименными противоположностями, значит этот плюс, этот минус. То их силы направлены друг к другу. Если вдруг они были бы отрицательными, то их силы были направлены от друг друга. То же самое, что и положительные. Тоже здесь было бы направлено от друг друга. Потому что одноименные заряды у нас отталкиваются. То есть отрицательные, отрицательные, положительные, положительные. Поэтому пункт неправильный. Они хотели сказать, что они обменяются зарядами и заряд каждого будет минус Q. Но это не так. На бусинках B со стороны бусинки A действует сила кулона, направленная горизонтально вправо. На бусинку B со стороны бусинки A. Вот на эту бусинку со стороны бусинки A направлено горизонтально вправо. То есть хотят сказать вот сюда. На самом деле это тоже неверно. Мы сказали, что они должны друг к другу, соответственно, быть направлены, потому что они разноименные. Модули силы кулона, действующие на бустинку А и Б, одинаковы. Да, абсолютно верно. Почему? Сейчас объясню. Здесь у нас нужно понимать, что поскольку у нас, в принципе, здесь одна и та же природа сил, и, соответственно, она возникает из-за того, что у этих двух зарядов есть заряд, да, у этих двух тел есть заряд, то сила кулона возникает тут и тут, она возникает на одной прямой, и она равна как для первого тела, так и для второго. И она вообще вычисляется вот таким вот образом. Для каждого из тел. Поделить на R квадрате. Ну и здесь добавляется иногда Epsilon. Вот. Соответственно, она направлена, соответственно, друг к другу, и, соответственно, здесь что получается? Этот пункт верный. И действительно, они будут равны по модулю. Именно модуле. Ну, мы не можем сказать, что вектора равны, потому что они направлены в разные стороны. Один направлен влево, другой направлен, соответственно, вправо. Если бусинки соединить с железной проволокой, то заряд левого шарика станет отрицательным. И это абсолютно верно, потому что алгебраическая сумма зарядов у нас, соответственно, сохраняется. Что это значит? Значит, что общие, если мы соединим, то они действительно будут обмениваться зарядниками. И алгебраическая сумма у нас сохранится. Каждый шарик будет заряжен, поскольку они одинаковые, до величины минус Q. Вот. Это нужно понимать. Почему это так? То есть, у нас алгебраическая сумма заряда, причем у нас эти шарики одинаковые, у нас она сохраняется. Сейчас алгебраическая сумма заряда здесь минус 2Q, как вы видите. Да, потому что здесь минус 3Q, а здесь Q. Нужно сложить минус 3Q и Q. В таком случае у нас получится минус 2Q. Поскольку у нас шарики абсолютно одинаковые, то на одном шарике будет минус Q, и на другом шарике будет минус Q. И даже если они не одинаковые, то все равно будет отрицательный заряд и там, и там. И в результате этого у нас все равно произойдет так, что все шарики будут отрицательными. Вот. То есть, они будут иметь одинаковый заряд, если в том случае, если они, соответственно, одинакового размера и одинакового материала. Ну, здесь, скорее всего, это так и есть. Но даже если это не так, то нужно понимать, что эти минус 2Q все равно просто распределятся таким образом, что на одном шарике будет отрицательный заряд, возможно, меньше, возможно, больше. И на другом шарике тоже будет отрицательный заряд, возможно, меньше, возможно, больше. Почему это так? Потому что, когда мы соединяем проволокой два шарика, у нас в первую очередь выравнивается потенциал. Потенциал у этих двух шариков. И поскольку у нас алгебраическая сумма заряда отрицательна, то и потенциал каждого шарика будет отрицательный. А это значит, что каждый из шариков будет заряжен на какую-то отрицательную величину. Вот и все. Ладно. Идемте на пятый пункт. Напряженность результирующего электростатического поля в точке С направлена горизонтально вправо. Так, ну давайте прикинем. Смотрите, поле от отрицательного заряда направлено к нему. Поле от положительного заряда направлено от него. В любой точке вот так вот рисуем. У нас сейчас именно такая ситуация. Слева у нас положительный заряд, справа у нас отрицательный заряд. Вот в этой точке у нас находится, соответственно, С. Соответственно, здесь поле направлено вправо, но и это поле тоже направлено вправо. Мы их два складываем. И что у нас получается? Действительно, напряженность поля будет направлена вправо. Здесь оказывается три варианта ответа. Замечательно. Идемте дальше. Задание номер 16. Перепрыгнули несколько. Вот здесь, да, видите, 13 нет, потому что там магнетизм. Кстати, мы его будем рассматривать в рамках Flash. Так что, если вы думаете, если вы хотите пройти всю школьную программу за 10 класс и еще немножко взять 11 класса и, в принципе, иметь очень хорошую базу в конце 10 класса, то подписывайтесь на мой ТГ-канал, там я еще про это расскажу. На рисунке ниже представлена схема электрической цепи, состоящая из источника, вот здесь U. Резисторы и реостаты, которые соединены последовательно. Напряжение источника у нас U. Как изменится сила тока в цепи и мощность, выделяемая во внешней цепи, если сопротивление реостата у нас уменьшится. То есть, у нас здесь нужно знать закон Ома, в первую очередь. Это, пускай, у нас будет R1, а это R-реостат плюс R-реостат. Для каждой величины выберите соответствующий характер изменения. Почему я, в принципе, здесь сумму написал? Потому что у нас последовательное соединение реостата и сопротивление R. В итоге, если у нас будет знаменатель уменьшаться за счет уменьшения этой величины, то сила тока у нас будет здесь увеличиваться. То есть, сила тока у нас будет увеличиваться. И мощность, выделяем во внешней цепи. Во внешней цепи, в принципе, мощность каким образом можно вообще высчитать? То есть, вот эту мощность можно высчитать как I умножить на U. Если мы понимаем, что это полная мощность, то если I возрастает, U-то у нас не меняется, поскольку у нас источник, который выдает одно и то же напряжение U. То понятное дело, что из этой формы получается, что IP у нас увеличивается. Так, окей. Погнали на 21 номер. Пропустили здесь 17, 18, 19 и 20, потому что они вот прям для 11 класса. Но я так скажу. 17 номер мы могли бы решить, да, если вот заниматься по флэш. И в 20 номере мы многие, соответственно, пункты мы правильно бы отметили. Но есть там один пункт про изотоп, соответственно, который изучается именно в 11 классе, именно теория. Но в нем нет ничего суперсложного. Окей. Даны следующие величины. Зависимость скорости тела от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. Зависимость скорости от времени без начальной скорости, что очень важно. Зависимость объема от температуры при изотермическом процессе. То есть, тег у нас должна быть константа. Зависимость сопротивления резистора от его площади и поперечного сечения. То есть, от его площади. Сопротивление от площади. Хорошо. Ну, смотрите. Зависимость скорости тела от времени при равноускоренном движении. Каким образом вообще описывается? На самом деле, V от T, да, уравнение скорости. V нулевое плюс, ну, V нулевое, давайте опять же, на ось Х все это проецировать. А, Х, Т. И нам сказали, что V нулевое Х у нас нет. То есть, у нас получается просто VX от T равняется АХ. Что это за прямая? Это прямая, которая начинается из начала координат. И нам подходит здесь именно пятый пункт. Понимаете? Вот. Вот этот пятый пункт нам здесь подходит. Просто берем вот так. Все. Ты нам подошел. Пять. Зависимость объема от температуры при изотермическом процессе. Объема от температуры. Объема от температуры. Вот и думаем. Объема от температуры. Смотрите, нам нужно так сделать, чтобы T у нас была константой. Объема это всегда сверху. От чего? Это снизу. Объем от температуры. И у нас подходит, вот здесь у нас постоянный объем, вот по этой прямой, а вот здесь у нас постоянная температура. Поэтому именно 3 у нас здесь и подходит. Все. Значит, здесь мы можем пока что удалить от V, удалить от T. И, соответственно, здесь мы тоже все немножко стерем. Теперь. Зависимость сопротивления резистора от его площади поперечного сечения. У нас получается R равняется ρ L поделить на S. И смотрите, у нас S находится в знаменателе. L и ρ у нас не меняются. Нам нужна зависимость именно от S. А как называется вот такая вот зависимость? Y равняется 1 поделить на X. Это не что иное, как гипербола. То есть график такого уравнения у нас будет гипербола. Как у нас, соответственно, здесь и будет. Да, то есть пункт V у нас непосредственно гипербола. Гипербола у нас находится под цифркой 2. 5, 3, 2. У нас ответ. Это абсолютно правильный ответ. Мы погнали дальше. Осталось две задачки. Давайте, соответственно, их прорешаем. И перейдем уже ко второй части. В пакете лежат 150 болтов. При этом их масса составляет 75 грамм. Погрешность измерения весов 3 грамма. Смотрите, сколько будет 1 болт весить? На самом деле здесь достаточно все просто. 75 грамм весит 150 болтов. Соответственно, 75 болтов нужно поделить на 150. А мы здесь, соответственно, найдем что? Мы здесь найдем вот такую вот величину. 0,5 грамм весит 1 болт. Но нам нужна еще и погрешность, поскольку она здесь присутствует. То есть, 3 нам тоже нужно поделить на 150. У нас выйдет 0,02 грамма. А теперь нужно грамотно записать ответ. 0,5 плюс-минус 0,02. Это неправильный ответ. Представляете? Здесь есть некоторая вот такая вот хитрость в таких номерах. Что здесь количество знаков после запятой у величины, то есть, у значений, которые мы измерили, должно соответствовать количеству знаков после запятой у непосредственно погрешности. И поскольку их здесь 2, то и здесь тоже должно быть 2. И вот этот нолик, он здесь не лишний. Его обязательно здесь нужно писать. Именно в этом номере. И вот в этом году это знание проверяли. Да, это самый простой номер, я считаю, в ЕГЭ. Но вот такой вот нюанс у нас, соответственно, забирает иногда баллы. Я не хотел бы, чтобы у вас на этом погорели баллы, поэтому этот моментик я разобрал. Кстати, да, каждый знак нужно писать в отдельной клеточке. Запятая тоже отдельный знак, который нужно прописывать в отдельной клеточке. Ученик изучает законы постоянного тока. В его распоряжении имеется 5 аналогичных электрических цепей с различными источниками и внешним сопротивлением. Характеристики которых указаны в табличке. Какие 2 цепи необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте исследовать зависимость силы тока, протекающей в цепи от внутреннего сопротивления источника. В данном номере нам нужно выбрать 2 прибора, которые имеют одинаковые ЭДС и внешнее сопротивление, но отличаются внутренним сопротивлением. В таком случае ученику будет возможно проверить, соответственно, значение силы тока именно от внутреннего сопротивления источника. То есть внутреннее сопротивление источника должно быть разным, а непосредственно все остальное должно быть одинаковым, чтобы именно от этого находить зависимость. Что мы сразу можем сказать? Что ЭДС-12 тут только в одном месте и оно нам с точечным не подходит. То есть третий пункт мы вообще нигде не можем использовать. Потому что если ЭДС отличается, а оно отличается от любого другого пункта, то мы его использовать не можем. Вот смотрим, десятка, десятка. Ага, хорошо. Вроде как подходит. А внутреннее сопротивление одинаковое. Это нам не подходит, потому что внутреннее сопротивление должно быть разным, для того, чтобы следовать от него зависимость. А внешнее сопротивление разное. Оно должно быть одинаковым, чтобы зависимость именно от внутреннего сопротивления снимать. Окей. Здесь тоже ЭДС-ки одинаковые, а внешнее сопротивление у нас здесь тоже одинаковое. А вот внутреннее сопротивление здесь разное. Внутренние сопротивления разные, значит от них мы сможем найти зависимость силы тока Все остальное в этих двух схемах одинаковое Именно внутренние сопротивления разные, значит мы от внутреннего сопротивления будем исследовать силу тока Все логично Окей, мы получили плюсик за это задание Да, ребят, у меня в ТГ-канале постоянно проходят небольшие викторинки Которые помогут повторять физику Поэтому подписывайтесь обязательно на канал, скачивайте полезный файл Там будет еще огромное количество афиш, вам понравится Так, ну что ж, мы переходим к 25 номеру И давайте порешаем его По неизвестной планете бросают камень вертикально вниз На координатной прямой отмечено положение тела в интервале времени 1 секунда Покажите, что движения равноускоренные и найдите это ускорение Единственное, что я здесь не отметил точки Давайте я по памяти их восстановлю Здесь точка, где 6 секунд Потом точка 24 секунды И потом точка 54 секунды То есть первая точка это 0 Потом 6, 24, 54 Достаточно интересное задание И давайте смотрите, как я его делал Я, во-первых, не знаю, есть ли здесь начальная скорость или нет Поэтому я, когда записываю уравнение движения на ось Х Я сейчас полностью его запишу Y от T будет равняться Y0 плюс V0YT плюс AYT в квадрате поделить на 2 Окей, здесь у меня получается, что Y0, я понимаю, что в нулевой момент времени у меня точка 0 Соответственно, я могу сразу сказать, что она нулевая Соответственно, я могу сразу сказать, что она нулевая В момент времени 1 секунда у меня значение принимается 6 6 равняется V0Y, я не знаю, есть оно или нет И плюс ускорение AYT в квадрате поделить на 2 То есть, по сути, если вот записать У нас 6 равняется V0Y Вместо T мы подставляем единичку Вместо T мы подставляем единичку Плюс AY и там T в квадрате То есть, единичка в квадрате у нас получается просто единичка Вот такое вот уравнение мы раз получили Теперь в момент времени 2 секунды у нас уже величина 24 Здесь мы, соответственно, то же самое делаем Здесь у нас V0Y-то не отличается Это начальная скорость, с которой мы начали, соответственно, падать Соответственно, время мы теперь подставляем уже другое То есть, 2 секунды И здесь у нас, соответственно, ускорение тоже неизвестно А время 2 секунды у нас возводится в квадрат Получается 4 И значит, AY у нас умножается на 2 Потому что 4 поделить на 2 у нас получается 2 В итоге у нас здесь уравнение уже вот такой вот вид принимает 2V0Y плюс 2AY Я предлагаю умножить вот это уравнение на 2 И из вот этого уравнения вычесть верхнее Что у нас выйдет? При умножении на 2 у нас здесь получается 12 равняется 2V0Y плюс AY Так, хорошо И теперь из этого вычитаем вот это уравнение У нас получается, значит, 12 Здесь получается V0Y у нас ушло А здесь получается AY Опа! Мы нашли AY, которые спрашивали по условию задачки Но я хочу еще это проверить Я специальную проверку там еще делал Каким образом я проверял? Я подставил это 12 равняется 2 умножить на V0Y И теперь я знаю, чему равняется AY Равняется 12 В итоге у нас получается, что, видите, 12 сокращается V0Y равняется 0 метров в секунду Теперь, исходя из этих данных, я хочу проверить А в точке 3 у нас действительно получится 54, как здесь? Или нет? Если получится 54, то значит у нас действительно Тело падает равноускоренно Единственное, что я там даже график построил параболу зачем-то Ну, просто захотелось Не думаю, что за это вообще будут придираться каким-то образом Потому что мне сказали Покажите, что движение равноускоренное Я построил график, сказал, что это парабола Хотя это было делать необязательно сразу хочу сказать Здесь у нас получится 0 умноженное на 3 И плюс получается 12 деленное на 2 умноженное на 3 в квадрате Здесь у нас получается 6 умноженное на 9 получается 54 Значит мы правильно решили этот номер Здесь у меня Y от T было Так, ну что ж, все, мы здесь решили, погнали дальше Мы сразу переходим к 27 номеру, потому что 26 был на оптику А оптику в 10 классе не разбирается Только на курсах Flash у меня Вот, так что если хотите за 11 класс ее узнать в очень лайтовом режиме То подписывайтесь на этот ТГ канал, там вы точно сможете узнать, что такое Flash Окей, 27-й В герметическом сосуде, закрытом поршнем, находится влажный воздух при температуре 80 градусов Цельсия Его давление в начальный момент времени составляет P1 А влажность F1 равняется 70% Далее объем влажного воздуха уменьшают в 3 раза Поддерживая температуру постоянной Чему равно конечное давление влажного воздуха Если давление насыщенных паров при данной температуре Вот такое вот 47,3 кП Опять же, нам пригодится здесь знать, что такое φ То есть давление парциальное делить на давление насыщенных паров умножить на 100% Давайте единственное, что вот это вот умножение на 100% не буду делать Я все в долях единицы буду считать То есть 70% это 0,7 Согласны? Тогда мне нужно вот эти 100% везде подписывать В итоге, чему равнялось у нас P1 То есть в начальный момент времени парциальное давление Это φ1 Вот это вот Которое у нас в условии Умножить на давление насыщенных паров Для температуры 80 градусов В итоге у меня получается 0,7 Мне нужно умножить на 47,3 В итоге здесь получается 31,11 что ли Сейчас я точно должен убедиться 0,7 умножить на 47,3 33,11 Вот 33,11 КП Да, я здесь в КП Их не стал переводить в оси Но За это не должны снижать баллы По крайней мере Как и спербы Я за это не снижал баллы Потому что такого критерия все переводить в оси Я не видел Вот Можно решать вот таким вот образом Единственное, что вот такое вот равенство Не совсем правильно писать Лучше в отдельную строчку вынести Это уже просто этикет, которого я придерживаюсь В отдельную строчку вот так посчитать П1 равняется Вот Теперь смотрите У нас давление вот это вот П1, которое дано В нем заключено, что Давление сухого воздуха Плюс давление П1 Согласна Из этого уравнения мы можем вытащить давление воздуха Да, которое сухое там находится Это, кстати, вот это уравнение Закон, да Этот закон называется закон Дальтона Про него можно упомянуть Минус П1 И в итоге у нас получается здесь Давайте вот Все-таки Интеллигенция ПВ1 равняется 120 килопаскалей Минус, соответственно 33 и 11 килопаскалей Получается сколько? 86, 89 килопаскалей Насколько я умею считать Вот После чего У нас происходит следующее действие У нас происходит уменьшение объема В три раза Ну, смотрите Здесь нужно разбить эту ситуацию на две Мы отдельно уменьшаем воздух Сухой И отдельно уменьшаем пар Так вот, смотрите При уменьшении пара В три раза Он 100% будет конденсировать Почему? Потому что он увеличится может Только до 100% Он имеет величину 70% Да, то есть если 100% поделить на 70% Он там увеличится на вот такую вот величину А дальше будет происходить процесс конденсации То есть он будет превращаться в воду Делить на 0,7 Здесь получится он может увеличиться только в 1,43 раза Все, больше он не может Дальше у нас происходит процесс конденсации Потому что пар достиг своего максимального давления И давление пара во втором положении Будет равняться давлению насыщенных паров Я это прям прописывал И равняется 47,3 килопаскаля Все, мы для пара все, что могли Уже сделали Мы отдельно знаем Какое конечное давление у нас у пара Что у нас будет непосредственно с воздухом Воздух Ну давайте для него запишем Уравнение Менделеева-Клаперона ПВ равняется Нью-РТ Поскольку сосуд герметичный Р у нас не меняется И температура у нас неизменно То во сколько раз у нас уменьшится В Во столько раз у нас увеличится П То есть ПВ2 будет равняться 3ПВ1 Мы ПВ1 знаем И значит у нас здесь просто нужно 3 умножить на непосредственно 86,89 килопаскаля То есть ПВ2 у нас будет равняться 3 умножить на вот эту вот величину И это будет равняться Сейчас давайте, чтобы не быть долгим Сразу посчитаем на калькуляторе 89 Здесь получится 260 и 67 килопаскалей В итоге последнее действие Это опять же закон Дальтона То что у нас П2 равняется ПВ2 плюс П пара 2 То есть смотрите Мы отдельно газы разбили Потому что у них небольшие разные свойства Потому что пар может конденсировать Воздух не конденсирует Мы разбили их Отдельно рассмотрели давление Что творится с давлением у пара Отдельно рассмотрели Что творится с давлением у воздуха А потом мы объединили эти давления У нас здесь вышло Что нам нужно просто сложить 260 и 67 килопаскалей Ну давайте Да, с новой строчки Что было вот Все прям красиво 67 плюс 47 и 3 килопаскалей В итоге получается 307 и 97 килопаскалей Вот такой вот ответ у меня получился По крайней мере Вот Ну что ж Погнали дальше Погнали дальше 28 номер Хочу сказать Что он не шибко прям сложный Но В нем Нужно просто разбираться Уметь работать С такими вот Вещами как Единственное что я здесь забыл Подрисовать еще источник Здесь нужно уметь Соответственно работать С цепями Вот И Это просто нужно бить руку Чтобы решать каждый раз Такие задачки Окей Погнали Смотрите Что у нас вообще здесь есть Незаряженный конденсатор Источник И резистор С сопротивлением 500 Ом Но Это обманка Нам это сопротивление Вообще не нужно Первое действие Которое я хочу записать Это Изменение энергии В этом контуре Каким образом вообще будет происходить Во-первых У нас Оно как записывается Начальная энергия Плюс работа источника Будет нам давать Конечную энергию Плюс Соответственно Вот это вот Тепло Которое выделяется В результате Всего этого действия Второе Что я здесь расписал Это что такое Вообще Работа источника С чем ее едят Работа источника Это не что иное Как изменение заряда В системе Да Здесь есть Поскольку конденсатор Там может заряд Накопиться Умножить Соответственно На ЭДС Вот ЭДС Соответственно Напряжение Которое выдает Вот этот вот Вот этот вот источник Как находим мы Соответственно Дельта Ку Для начала Нам нужно найти Просто Ку Что такое Ку Если мы говорим Для нашей ситуации До какой До какого напряжения У нас зарядится Конденсатор То он зарядится До напряжения Непосредственно Источника Потому что В какой-то момент Ток через резистор Перестанет протекать Потому что Конденсатор Который соединен С ним последовательно Полностью зарядится И в результате этого Ку у нас станет Равно Просто С Е А значит Изменение Ку То есть Из конечного Ку Здесь можно подписать Что это конечное Из конечного Ку Если мы будем вычитать Начальное А я напомню Что изначально Конденсатор разряжен То у нас получится Просто С Е Минус Ноль В итоге Получается просто С Е Теперь Четвертое Что здесь нужно знать Это то что Конечная энергия Давайте здесь напишем Все таки не В1 И В2 А В Начальное И В конечное Чтобы не путаться В конечное У нас поскольку Заряд будет Точнее Напряжение На Этом Конденсаторе Будет Е То У нас здесь будет С Е в квадрате Поделить на 2 То есть Это ЦУ в квадрате На самом деле Поделить на 2 Только Поскольку у нас здесь ЭДС Источник Все таки обычно Обозначается Буквкой Е То я здесь Ее и пишу Чтобы вам было Понятнее Я это сейчас объяснил Начальная энергия Еще раз скажу В начальная Равняется 0 По той причине Что конденсатор У нас Разряжен Подставляем все значения У нас получается 0 Плюс Работа источника Это Дельта Ку С Е И умножить на ЭДС Е Равняется С Е в квадрате Поделить на 2 Плюс Ку В итоге у нас получается Что Если мы это перенесем сюда У нас получится В этой стороне С Е в квадрате Поделить на 2 Равняется Ку Отсюда у нас ЭДС Равняется 2 Ку Поделить На С И взять Из этого под корень Я почти ошибся В этой задачке Кстати Когда подставлял Значения Вот Не ошибайтесь Лучше используйте калькулятор 2 Умножить на 7 И 2 Десятых Я поленился Короче Считать Точнее Не поленился Нельзя сказать Поленился Считать на калькуляторе И считал в итоге Устно В итоге я ошибся Сначала Но потом При проверке Я нашел свою ошибку Здесь у нас получается 0.1 На 10 Минус 6 Я знаете Где ошибся Я даже не на калькуляторе Ошибся Я ошибся То что я написал Здесь микроджоули Да В условиях Микроджоули А здесь я написал Миллиджоули И в итоге У меня ответ Был другой Но потом Я это заметил И все Исправил У меня Короче Вот эта вот Штучка сократилась Здесь получается 14.4 Деля На 0.1 У нас получается Корень 144 И значит Здесь получается Просто 12 вольт Вот и все Задачка при этом У нас решена Да Ребята Еще раз хочу сказать Что все Вот эти вот формулы Которые я сегодня Вам рассказывал Они уже есть В ТГ канале Вы можете их скачать И начать их повторять Когда решаете задачки Ни в коем случае Не рекомендую вам Их зубрить Просто Решайте задачки Смотрите в них Подсматривайте Если вдруг Что-то забыли Именно таким образом Они очень хорошо Запоминаются Просто в тупую Их зубрить Нет необходимости Так Ну и 30 номер Да Очень такой интересный Вы будете смеяться Где я здесь Допустил ошибку И как я Громко Соответственно Недоумевал Как я все-таки Педагог С достаточно Уже высоким Стажем Для моего возраста Мог так Отнестись Небрежно К этому заданию Что самое забавное Я все-таки Правильно Получил ответ Хоть и Не учел Одного Очень Забавного Факта Здесь Смотрите Давайте прочитаю Соответственно Эту задачку Внутро сферической поверхности Пообещена Гантель Масса верхнего Шарика у нас Соответственно 60 грамм Стержен Соединяющий Шарики Невесом Коэффициент Трения между Большим шариком И сферической поверхностью 0,3 Трения между Маленьким шариком И сферической поверхностью Отсутствует Определить При каком значении Массы М гантель Будет оставаться В неподвижном состоянии Какие законы Вы используете Для описания Равновестия штанги Обоснуйте их Применение К данному случаю Давайте начнем Естественно С того Что мы просто Расставим силы Здесь у нас Гантель МЖ Соответственно Здесь у нас Гантель М маленькая Ж Силы реакции Опоры Да Не забудем Не забудем Здесь у нас Н Здесь Давайте это обозначим Н1 Н2 Векторочки Да Не забывайте Рисовать Вот Теперь смотрите Самое интересное Здесь у нас есть Вот это Гантель И здесь Есть еще Некоторые силы Это сила трения Гантель На самом деле Хочет поехать Вот в эту сторону Значит Сила трения Будет направлена В противоположную сторону Сила трения Окей Мы ее нашли И Теперь Теперь Что мы должны сделать Я вот так Оставил рисунок И Я просто Взял И напрочь Забыл Что здесь Еще есть Две силы Действующие на две Дегантели Это сила Соответственно Т Со стороны Непосредственно Вот этого Стержня И Здесь ее назвать Желательно Т2 Наверное Т2 И Здесь у нас Соответственно Сила Т1 Вы представляете Просто взял И забыл Вот эти Две силы Да Стыд И позор Но я честно Признался Вот Поэтому Не ругайте Меня сильно Ладно Шучу Конечно Давайте Соответственно Обоснуем Все что Нужно В этой Задачке Я эту Задачку Решал Опять же Рассматривал Всю Вот эту Ситуацию Как Что Как Соответственно Твердое Тело То есть Я Вожу Модель Твердого Тела И Рассматриваю Соответственно Условия Равновесия Для твердого Тела То есть Здесь Нужно Прописать Что Рассмотрим Давайте Вот так Напишу Рассмотрим Гантель Как Модель Твердого Тела Твердого Тела Значит Значит Нужно Соответственно Два Условия Равновесия Значит Нужно Два Условия Для Равновесия Первое Условие Дай Вот здесь Так В скобочках Точнее Ну давайте Даже не буду писать Первое Второе Просто напишу Что сумма сил Сумма моментов Давайте Должна равняться Нулю И сумма Сил Векторная Тоже должна Равняться Нулю Но В инерциальной Системе Отсчета Отсчета Связанной С Землей Вот То есть Дельта Вот именно Здесь Да Вот это Вот условие Очень важно То что Именно в инерциальной Системе Отсчета Связанной С землей Мы его Естественно Будем использовать И опять же Да Все Мы это написали Хорошо Второе Здесь нужно Сказать Про силу трения То что Она здесь Возникает Направлена Против Относительного Движения Между двумя Трущимися Поверностями И значит Оно направлено Вправо Это нужно Все Это я все Прописывал Да И соответственно Значит Мы можем Применить Закон Амантона Кулона Для нижнего Тела Вот После чего Соответственно Мы здесь Еще должны Вести Ось Ох Оу Ну и Да Третье Здесь нужно Сказать Что Т1 и Т2 Равны Но поскольку Я их Не вводил Еще раз Это очень Стыдно Но как есть Да Я за правду Топлю Здесь нужно Было написать Что Т1 и Т2 Точнее Вот эта вот Гантель Она поскольку Невесома Это очень важно То Т1 и Т2 У нас Соответственно Силы Они одинаковые По третьему Закону Ньютона Опять же Это здесь Нужно Было Прописать В принципе Этого Достаточно Для обоснования Того Что в принципе В задачке Это используется Так Единственное Что я Вот эту Фигурку Возьму Сохраню И Перейдем На следующий Лист Так Вот наша Фигурка Ну и Соответственно Давайте Начнем Решать Ну Первое Действие Которое Мы Соответственно Введем Это Где Мы Рассмотрим Ось Я Предлагаю Рассматривать Вот в этой Точке Вот И Смотрите Самый Прикольный Нюанс Здесь Хоть я не Рассматривал Да Я просто Забыл Про Т2 Т1 На рисунке Ответ У меня Получился Такой же Правильный Как у Всех Кто сдавал И правильно Решал Этот номер Я объясню Даже Почему Так Получилось И почему Именно В этой Задачке Ну Снова Меня Ну Все равно Мне снизят За это Баллы 100% Но Почему Меня Уберегло Короче Так Н2 Сюда Подставлю Смотрите Если Я взял Вот в этой Точке О Давайте Красный Маркер Поставлю Мне нужно Сейчас Расставить Плечи Во-первых Если у меня Здесь О То Какие У нас Вообще Силы Совершают Момент Если уж По чесноку То Т1 Сила И Т2 Они Во-первых Равны Да То есть Это по третьему Закону Ньютон Мы это Написали В Обосновании Вот Нам нужно Как будто Вот это Расстояние H Да Ну Поставим Пока Что Это Если что Это Перпендикулярно Продление Силы От Оси Вращения Но Пока Что Просто Оставим H Теперь Смотрите Какие Еще силы Здесь Совершают Моменты Относительно Этой Оси Так Да Она Она Совершает Момент Потому Что Вот До Нее Плечо Перпендикулярно Силы Да И Что Еще Завершает Здесь Момент Совершает Здесь Момент Сила Трения Вот Потому Что До Нее Тоже Есть Перпендикулярно Здесь Все Так Расположено То Что До Них Это Расстояние R Да Что До Силы М Ж Что До Силы Трения Также Не забываем Про Т1 Т2 Сейчас Вы Увидите Фокус Почему Меня Это Условно Пронесло От неправильного Ответа Но Все равно Неправильное Решение На самом деле Вот Здесь Смотрите Момент У нас Следующий То Что У нас Здесь Правило Моментов Выполняется Это Очень Классно Сила Трения Она Здесь Куда Вращает Она Вращает Против Часовой Стрелки Все Что Против Часовой Я Принимаю За положительное Направление Вращения Сила Трения Соответственно Будет Умножаться У нас На Р На Ее Соответственно Что На Ее Плечо Вот Она Плечо Еще раз Давайте Вот Она Сила И Эта Сила Вращает Относительно Точки О Против Часовой Стрелки Теперь Сам Ж Вот У нас Сила Вот У нас Плечо До этой Силы Тоже Р Но М Ж Вращает По Часовой Стрелки Соответственно Здесь Будет Стоять Знак Минус М Ж Р Теперь Силами Т1 И Т2 Разбираемся Единственное Что Я в Обосновании Написал Что Модуль Т Равняется Т1 Равняется Т2 Да То есть Все Таким Вот Образом И Здесь Смотрите Т1 У нас Плечо H Он Вращает Против Ну Получается Против Часовой Стрелки А Т2 Вот У нас H Он Вращает По Часовой Стрелке В итоге У нас Получается Что Здесь Т1 Ну Давайте Сразу Просто Писать Т Умножить На H Плюс Т Умножить На H Условно Да Они Вращают В разные Стороны Да Но При этом У них Плечи Одинаковые И силы Одинаковые Они В общем Здесь Сокращаются В этом Действии Пам Пам У нас Получается Что Сила Трения На R Равняется Mg R Соответственно Сила Трения Равняется Mg Вот Теперь Второе Действие Я Соответственно Суммы Сил Все Расписываю Которые Здесь Непосредственно Действуют И говорю Что для Этой Гантели Они Равны Нулю То есть Я На самом Деле Я написал Вот так Вот Mg Плюс Сила Трения Кстати Сила Трения Должно Быть Тоже С Вектор Плюс N2 Плюс N1 Плюс Mg То есть Я вот так Написал И все На самом деле Здесь еще Плюс Т1 Плюс Т2 Да То есть Эти две силы Я забыл Ну что ж Я каждый раз Буду это повторять Не переживайте Я это Для себя Все Больше я не буду Это делать Говорить Что я забыл Что я не забыл Решаем Просто задачку Я просто Внимание На это Обращаюсь Чтобы вы Когда Решать Будете Не забыли Про эти Две силы Вот Так Ладно Что у нас Здесь N1 N2 Есть Сила Трения Есть Mg Есть Mg Есть Все Замечательно Теперь Ось OX Проецируем На ось OY Проецируем На ось X Мы Соответственно Проецируем Ну здесь Поскольку 45 градусов Будет Они опять Взаимоуничтожатся Здесь 45 градусов Здесь 45 градусов Я обозначу Вообще Улом Альфа Просто И там И там Потому что Я изначально Напишу Что Альфа 45 градусов Вот И поэтому Они там Взаимоуничтожатся Но Если по хорошему Делать То в одном месте Нужно писать Альфа А у всех остальных Не нужно его писать Точнее Здесь будет Допустим 90 минус альфа Но поскольку Он очень хороший И он 45 Его можно сразу Подставлять Вот Окей Погнали Погнали На ось OX Да У нас здесь Получается Значит Здесь угол Альфа Пускай здесь Будет тоже Угол Альфа Если вы прописали Что он изначально 45 градусов И вы на рисунке Показали Где у вас Все углы Альфа Проверящий Не докопается До вас Потому что На апелляции Вы скажете Я знаю Что угол Альфа 45 градусов Я их Везде Здесь И обозначим Таким вот Образом И никто Не будет Придираться Почему у вас Здесь Косинус 45 Хотя должен быть Синус 45 Потому что Изначальный угол Вы выбрали Альфа Если вы написали Изначально Альфа Равняется 45 градусов То вы можете Все углы Вот эти Обозначить Как альфа И все Потому что Изначально Вы сказали Альфа 45 А если вы не сказали Что альфа Альфа Изначально 45 И только В конце Начали Подставлять И считать То Могут Возникнуть Вопросики Окей Здесь Получается Сила Трения Да Потом Минус Сила Реакция Опоры 1 Минус Т 2 Вот здесь Если что У меня Тоже Альфа Минус Т2 Косинус Альфа Ну и Плюс Т1 Синус Альфа Но Опять же Нюанс Да То что я уже Говорил Что Т2 Равняется Т1 Я уберу Эти индексы Просто оставлю Т И все Это у нас Будет равняться Соответственно Нулю На ось У у нас Получается Н2 Направлено Вверх М Большое Ж Направлено Вниз Также Вниз У нас Направлено М Маленькое Ж Ну и Здесь Соответственно Будет Минус Т Косинус Альфа Минус Т Ну пускай Тоже Косинус Альфа Вы понимаете Да То что Я на самом деле И здесь Мог написать Косинус Альфа Потому что Я там Угол Мог поставить Альфа То есть Здесь тоже Косинус Альфа Все нормально Вот Они в любом Случа Будут сокращаться То есть Один у нас Направлен по оси Х Проекция Один направлен Против оси У нас получается Здесь равняется Нулю Это сокращается Это сокращается Видите Да Потому что Они уходят Они уходят И я их не писал В своей работе Но я тут не писал Потому что Просто забыл Вот А не потому что Я увидел Что они не нужны Ну Это опять же Частный случай Просто Потому что Здесь 45 градусов Сила трения Равняется Н1 Да И что мы еще Получили Что Н2 Здесь равняется М Ж Плюс М маленькая Ж Вот Такие вот Пироги у нас Здесь получились Ну смотрите На самом деле Вот мы Здесь Когда говорили Про закон Антона Кулона Мы там упомянули Что максимальная Сила трения Равняется Ню На Н Это максимальная Сила трения Это в законе Антона Кулона Закон Антона Кулона Достаточно знаменитый закон Да Можете себе его выписать Он Вам пригодится Для решения Многих задач И Смотрите Когда мы его сюда Будем подставлять Мы должны подставить Неравенство То есть Сила трения У нас должна быть Если она будет Больше Или равна Н1 То В таком случае У нас Ну 100% Никуда не поедет Этот шарик Потому что Сила трения У нас больше Да Соответственно Шарик у нас Никуда двигаться Не будет И теперь мы В это неравенство Все будем Засовывать Потихонечку Во-первых Чему у нас равняется Н1 Давайте я сейчас Буду прям Каким-то другим Цветом выделять Чему у нас Равняется Вот этот Нет Некрасивый цвет Хочу оранжевый Вот Чему у нас равняется Н1 вообще Давайте задумаемся Чему равняется Н1 Мы здесь написали Что равняется Вот этому С другой стороны Вот здесь Мы кстати Да Индекс не поставили Здесь индекс 2 Не просто Да Красный цвет вернул Н2 здесь Почему Н2 Потому что Мы рассматриваем Силу трения На это тело У него возникает Здесь Сила реакции Опоры Н2 Соответственно Здесь именно Ню Н2 Это силу трения Да Небольшая такая Оговорочка Все-таки Какая здесь Эта штучка Возникает Так Теперь Часы на 1 Мы будем делать Так Но я предлагаю Потихонечку Раскручивать Эту идею Что Сила трения Равняется МЖ Соответственно С другой стороны Еще сила трения Которую мы раскрываем Как Ню Н2 Должна быть Больше Чем Масса На ускорение Свободного падения Вот Да То есть Вот это условие Нам в принципе Не особо-то и нужно Получается Да Вот это условие Нам не особо-то и нужно Мы будем использовать Вот это вот условие Что сила трения Равняется МЖ Соответственно Максимальная сила трения Да Которая есть Она значит Должна быть больше Или равна МЖ Потому что Сила трения Может быть Сила трения покоя И значит У нее есть диапазон От нуля До силы трения Скольжения И теперь сюда Подставляем Н2 Получается Вот это вот МЖ Плюс М маленькое Ж Больше Или равно МЖ Вот А теперь Что мы здесь делаем Мы просто Во-первых Можем сократить Все Ж Это видно И выражаем М Ню М Плюс Ню М маленькое Больше Или равняется М Соответственно М Больше Или равняется М маленькое Минус Ню М Поделить На ню Там Сколько у нас Масса Была 60 грамм В принципе Можно все В граммах Считать А здесь значит Масса Должна быть Больше Или равна 60 грамм 60 грамм Минус 0,3 На 60 Это 17 И поделить На 0,3 Здесь в итоге У нас Получится Сколько 42 Делим На 0,3 Давайте устно На 3 Если поделить Получится Сколько 14 И потом Я делил На 3 Значит Еще должен На 10 Значит Получается 140 Грамм Вот 140 грамм Здесь Такой ответ То есть Масса Должна быть Больше Или равна 140 грамм В таком Случае Система Будет Находиться В состоянии Равновесия Вот Такие Вот Пироги Ну что Ж Хочу Еще Рассказать Что У нас Есть Телеграм Канал На котором Будут Выходить Полезный Контент Для всех Десятиклассников Которые Хотят Сдать Деги На очень Высокие Баллы И подготовиться На 80 Уже К концу Десятого Класса Подписывайтесь В первую очередь На ТГ Канал Ссылочка Будет В описании Большое Вам Спасибо Всем Пока